Всем привет! Меня зовут Ксюша. У меня сегодня впервые в жизни такой опыт ведения подобного интервью, поэтому если что-то пойдет не так, я сразу прошу прощения. Мне хочется сегодняшний разговор с Андреем построить максимально свободно, и так как это наш первый звонок, давайте попробуем немножко поэкспериментировать, я предлагаю. Давайте я немножко как ведущий буду задавать вопрос, Андрей будет отвечать, и если в рамках этого вопроса у вас есть какие-то уточнения, давайте мы сразу их будем обсуждать. Просто подключайтесь и задавайте вопросы, чтобы мы далеко от этой темы не уходили. Попробуем так для начала. Андрей, привет! Давай я тебя для начала попрошу рассказать о своем профессиональном пути, как ты рос и как ты пришел к стартапу. Да, всем привет! Меня зовут Андрей Линген. Я предприниматель, сейчас делаем веб-3 компанию, которая называется Clabio. Это CRM для веб-3 компаний других. До этого я 12 лет практически занимался AdTech с небольшим перерывом. Сделал 6 AdTech компаний разных. Поработал SEO в AdTech компании, как это называется Я-класс. Это платформа для школ и школьников. Там 11 миллионов школьников ей пользуются. В прошлом году мы продали эту платформу Chi.ru и Mail.ru Group. Вот. Ну и еще было, получается, 5 других стартапов в онлайн английском, в обучении линейного персонала в компаниях. И вот последний стартап мы делали Live Streaming платформу для креаторов образовательных в США. Мы недавно закрыли ее, а сейчас делаем веб-3 стартап. Почему ты решил пойти веб-3 после теха? Да, это интересный вопрос. Сам пока не понял, как это случилось. Но так получилось, что 28 февраля я переехал в этом году в Дубай жить. Вот. И раньше я думал, что крипта и веб-3, NFT – это все такое будущее, безусловно, но какое-то очень отдаленное. А когда ты живешь в Дубае, ты понимаешь, что это уже настоящее. Вот. И огромное количество фаундеров в веб-3, крипто стартапов живут и работают в Дубае, приезжают туда постоянно. Бывал на нескольких конференциях, Binance Week, Ethereum Days и прочих. Вот. Увидел людей, которые этим занимаются. Это очень умные люди обычно, особенно те, которые пишут свои блокчейны и стартапы. Вот. И еще был интересный сюжет, когда в марте MasterCard и Visa заблокировали карты россиянам за рубежом, а мы все были в Дубае вместе с тысячами, такие же, как я. Вот. И я увидел просто как за один день. Все поставили себе крипты-кошельки, научились покупать крипту на бирже, обменивать ее. Я думал, ну раз это все так просто, значит, уже технология находится в этапе масс-адопшена. Нужно поскорее загугуляться. В общем, я понял, что мир изменился, и поэтому решил делать веб-2 стартапы и начал делать веб-3. А поскольку мы до этого фокусировались на инфлюенсерах и их комьюнити, помогали им их монетизировать, то, соответственно, новый стартап мы тоже начали в этой теме, потому что мы хорошо знаем, как управлять комьюнити, как монетизировать. Теперь делаем то же самое, только с помощью NFT. Андрей, а много ли тебе времени потребовалось для того, чтобы погрузиться в веб-3 мир, для того, чтобы найти эту идею, как ты ее искал? Потому что все-таки, ну понятно, занимался многими другими вещами. Сколько тебе потребовалось времени, и как именно ты это делал? Ну, крипту я познакомился намного раньше, конечно, чем в Дубай приехал, и кошелек у меня был, и крипта была, я там немножко инвестировал, и даже курсы проходил по крипте NFT, чтобы быстрее разобраться в этом. Это было все еще до Дубая. Может быть, я уже несколько, ну, может, года полтора-два, в общем, представляю, что такое блокчейн и крипта. Вот. Идею, конечно, нашего нового стартапа я не один придумал. У меня есть команда, еще два кофаундера, Кирилл и Рома. Мы раньше делали другой стартап, вот, Ривы как раз в Штатах. И мы вместе проводили такие мозговые штурмы и итерировались где-то месяца два, и в итоге пришли к этой идее. Нам очень нравится идея децентрализованного общества и децентрализованных организаций, и мы думали, чтобы сделать такого полезного для них, чтобы они стали более популярны, людям было легче их создавать, управлять ими и развивать. И вот в итоге пришли к СРМ для вот три компании. Расскажи, пожалуйста, как вы знаете. Да, я могу даже показать, наверное, проще понять. Мы начали с того, что сделали сервис токен-гейтинга, это когда, если у вас есть NFT какое-то, вы можете дать доступ в закрытую группу в Телеграме или в Дискорде всем людям, у которых есть это NFT на кошельке. Вот, например, наш клиент Ниркон, они делают конференцию в сентябре, и они продают билеты как NFT. Соответственно, все, у кого есть билеты, кто купит их, они могут залогиниться и попасть в закрытую Телеграм-группу, где могут общаться друг с другом, читать новости до конференции, знакомиться и делать совместные проекты. Вот, например, есть еще коллекция Aurora Dose, одна из топовых коллекций на Авроре, и все ее держатели, так сказать, тоже общаются все вместе в закрытой группе. Вот, и когда вы создали такой клуб, и у вас есть уже много пользователей, вы можете пользоваться нашим дашбордом, это как раз такая СРМ-ка, здесь вот это демо-клуб, у вас есть список всех людей, и кто состоит в вашем клубе, вы знаете, какие у них NFT, там, премиальные, обычные, early bird или там еще что-то. Можете видеть, сколько вообще у них NFT-шек на кошельке, какая сумма у них там в крипте и какие их соцсети, потому что мы гейтим, связываем информацию с кошелька социальными сетями. Вы можете там выбрать тех, у кого там больше денег или кто там самый премиальный, и сделать им какой-то оффер, вот, например, написать здесь там, всем привет, мы делаем новый проект, подключайся, вот ссылка. Он придет им в личные сообщения от имени нашего бота, и это лучше работает намного, чем просто постинг в группе. Вот, и еще мы делаем несколько механик для комьюнити, это вот контесты, это довольно популярная тема с дропами, когда вы ставите условия участия в конкурсе, например, пишите на наш Twitter, Telegram, купи NFT-шку, и тогда там до 6 августа ты сможешь выиграть там 100 вот таких NFT, каких-то редких, да. Обычно это используют для того, чтобы увеличить активность внутри комьюнити, либо обменяться активной аудиторией с другим комьюнити. То есть у нас есть там две play to earn игры, и они делают совместный контест, соответственно, активная аудитория из одной игры покупает NFT в другой, подписываясь на их каналы и обратно, и таким образом как бы они обмениваются аудиторией. Вот так вот выглядит страница этого контеста примерно, тут видно условия, что нужно сделать, и приз, который ты получишь премиальную NFT вот такого кота. Логинишься через кошелек, выполняешь условия, все ты сделал. Вот, ну и еще несколько у нас сейчас в работе других сервисов, типа реферальной программы и прочее. Андрей, а твой продукт – это непосредственно платформа? Да, наш продукт – это платформа, которая позволяет как раз создавать закрытые сообщества и увеличивать их активность, повышать, потому что активные сообщества делают больше полезного. Окей, а если мы посмотрим с точки зрения клиента на твой продукт, на каком шаге я должна его подключить, и что дополнительно мне еще нужно, чтобы воспользоваться твой продукт? У нас некоторые клиенты подключают вообще на шаге ноль, когда у них даже нет еще токенов и NFT. Они делают через нас white list, куда можно также зайти по кошельку и своему там телеграмму или дискорду, для того, чтобы уже начинать собирать комьюнити. А те, кто в будущем хочет приобрести там твою коллекцию и стать членом твоего сообщества. Но в основном, конечно, это те, у кого уже есть комьюнити, у кого есть уже NFT коллекция, они в основном становятся нашими клиентами, чтобы увеличить активность внутри комьюнити, больше продавать токенов или генерить больше проектов внутри комьюнити. Я поняла. А как давно вы существуете на рынке? Как много у вас клиентов, расскажи, если это секрет. Мы запустились два месяца назад, и у нас сейчас 13 клиентов. Здорово. Слушай, а у вас на сайте написано, что вы партнеритесь с SuperDAO. Как именно? И насколько вы... Потому что у меня ощущение, что вы немножко пересекаетесь по функционалу. В каком месте? Или, может быть, я что-то неправильно понимаю? Не, мы партнеримся с... Не только SuperDAO, там и с другими DAO-билдерами. Но SuperDAO, наверное, больше всего. Потому что они довольно большие. Мы помогаем командам, которые создают DAO на SuperDAO, управлять их сообществом и делать его более активным. Знать больше про людей, которые находятся внутри вашего сообщества. И делать им предложения, вовлекать их в совместные проекты. Так что много всего, много у нас клиентов, которые пришли именно из SuperDAO. Мы участвовали за прошлой неделей в их Путкемпе, тоже как участник. Много интересного фидбэка получили по продукту. Активно развиваем сейчас. И мы делали на прошлой неделе вебинар для Web3 Community менеджеров. То есть для тех, кто управляет Web3 Community или хочет управлять. Раздали первые NFT-шки, сделали закрытый клуб. В общем, там работаем с комьюнити-менеджерами для того, чтобы собирать с них обратно в сайт, развивать продукты. Там Женя спрашивает, сколько у вас человек в команде. Я так понимаю, что из лаундеров вас трое? И пока больше одного не нанимаете? Нет, пока не нанимаем. Нам пока хватает. Мы сейчас собираемся поднимать раунд. Вот в августе-сентябре поднимем раунд. Тогда мы, может быть, будем расширять команду. Расскажи, как у вас роли распределенные? Ну-ка, стартап-три человека, там все все делают обычно. Но у нас есть СТО, конечно, с очень большим опытом разработки. И именно разработки смарт-контрактов. Он пишет всю систему, а двое остальных он занимается привлечением и саппортом клиентов. Вижу, что Ваня поднял руку. Я привлечением инвестиций занимаюсь. Да, привет, Андрей. Хотел спросить в целом такой, наверное, более широкий, задать более широкий вопрос. Как ты примерно видишь дальнейшее развитие инвестиций технологий? Потому что начиналось все это, грубо говоря, как некий набор метаданных, перешло в пресловутые картинки, которые пережили, наверное, свой расцвет. И люди стали искать utility в этой концепции, да, перешли, соответственно, к тому, чем ты сейчас занимаешься во многом, с точки зрения того, что это можно использовать в каких-то прикладных направлениях. Но это, наверное, все равно пока что вершина айсберга и какое-то узкое применение, да, гораздо более широкой технологии. Просто было бы интересно услышать, есть ли у тебя сейчас какое-то понимание, как это может развиваться, или же совершенно непонятно, куда ты можешь двинуться. Ну, в общем, какой-то такой вижен того, что может происходить. Ну, лучше, чем Виталий Кумай написал, я вряд ли скажу. Вот, так что лучше прочитать быстрее на white paper по поводу NFT, как раз он его написал, потому что люди неправильно используют технологию, надо по-другому. Вот, сейчас на самом деле boom membership с NFT, делаются всякие сервисы по созданию закрытых клубов, community membership cards по NFT, по... Сейчас видел, вот 18 миллионов ребята привлекли в Штатах, они делают систему лояльности по NFT для корпораций. В общем, сейчас, да, ну, DAO тоже сейчас делают не по токенам, а по NFT-шкам, ну, не по обычным токенам, а по NFT. Вот, то есть это сейчас вот такой boom membership NFT. А дальше, я думаю, более сложные NFT будут разрабатываться. Сейчас уже есть, например, KYC NFT, ты проходишь KYC, там, в специальной организации, тебе выдается NFT-шка. Пока ты KYC approved, она зеленая, вдруг, если что-то не то сделано, она становится красной. В общем, вот такие более сложные механики с более сложными спарт-контрактами. И она transferable, да, по идее, такие все штуки? Она... ее нельзя передать на другой кошелек. Она просто изменяемая, то есть она в зависимости от твоего KYC-статуса текущего, либо зеленая, либо как-то, ну, то есть либо положительная, либо отрицательная. Трей, а можешь ли вам по-другому про это рассказать? Потому что не все понимают, что такое KYC. KYC? Ну, это стандартная процедура, но ее кастомер, там, в банках или на биржах. Вам нужно рассказать побольше о себе для того, чтобы стать клиентом, например, банка. И в блокчейн-мире тоже такая штука есть, и просто ребята сделали ее как NFT для того, чтобы разным другим сервисам было проще работать с пользователями. И не нужно было каждый раз делать заново KYC, а вот просто, если у тебя на кошельке она есть, значит, ты уже KYC прошел. Это Hashbone Pass, например, компания, наш партнер, они делают. Мы для них тоже клуб сделали. Вань, ты что-то хотел сейчас спросить? Да нет, в принципе. А можешь еще раз сказать? Hashbone Stack? Или как это правильно называть? Hashbone Pass. Я могу. А, Bond Pass. Окей, да. Hashbone Pass. Ну, потому что, на самом деле, тоже, да, вот как бы из того, что я наблюдаю, что вот это вот направление utility, да, которое должно в NFT так или иначе проявляться, оно начиналось, и, наверное, сейчас развиваясь с точки зрения membership, да, когда тебе нужно как бы как-то монетизировать само его наличие, да, а KYC тоже одна из веток, которая, наверное, будет активно развиваться. Другая ветка, наверное, о которой тоже можно было бы поговорить, это ветка развития с точки зрения digital identity. Ну, это как бы KYC, это в узком понимании, да, digital identity? Digital identity, soulbound токены, это, наверное, то, куда под это NFT. Просто сейчас кажется, что NFT это вот такая какая-то штука, типа как криптовалюта, она вот такая дорогая, а по факту туда можно зашить все, что угодно, хоть вот то, что мы сегодня с вами собрались на звонке, всем можно выдать токены, о том, что мы здесь были все вместе. Ну, в общем, это станет более распространенным, я думаю, будет очень много новых сценариев использования для того, чтобы люди своего digital identity на кошельках формировали как портфолио или как там свои криптюме. Я знаю даже случаи сейчас, что при найме в криптокомпании, вот даже, например, SuperDAO, соответственно, ну, понятно, если у вас нету криптокошелька, вас вообще не возьмут, вот, но там есть вопрос, в каком количестве DAO ты состоишь, сколько у тебя есть NFT, за что они. Вот, соответственно, это одни из критериев найма в веб-крипткомпании. Забавно так посмотреть, что с одной стороны получается, что децентрализованный мир, да, который такой как бы в некотором роде анонимный, посредством внедрения digital identity, да, и, например, скрининга в компаниях на основании кошелька, транзакций, или, например, если говорить про не кейл IC, а другую ветку, про IML, да, антимони лондеринг, когда тебя могут по твоему кошельку определить, как бы, какие-то транзакции делал и насколько тебя можно запустить в протокол. Они приводят как раз в ту степь, от которой, как бы, исторически, в принципе, блокчейн пытался уйти, если так подумать. Но я не считаю, что анонимность – это цель блокчейна и преимущество. Я думаю, что, наоборот, преимущество – прозрачности, то, что все будут видеть всех. Да, я скорее. Анонимность не равна правилам, считаю. Есть такая важная проблема. Спасибо. Андрей, вот мы сегодня говорили про SuperDAO. Если я правильно понимаю, SuperDAO делает платформу именно для создания DAO. Вот есть DAO и есть TokenGated Community. Я не до конца чувствую разницу. Такое ощущение, что TokenGated Community – это один из шагов на пути к DAO. Где вот эта грань, когда TokenGated Community становится DAO? Ну, это не то, чтобы первый этап и второй. Это немножко параллельные такие существующие вещи, но можно это использовать как этапы. Дело в том, что, ну, создать DAO, ну, работающая, да, с трежери, с согласованием и прочим, непросто, оказалось. Это вроде бы как бы легко, то есть можно в течение дня запустить его, да, но вот организационный дизайн внутри DAO, который нужно, по крайней мере, сейчас каждый раз делать заново, писать алгоритмы принятия решений и прочее. Вот это довольно сложное и ресурсное, ресурсоемкое такое процесс, да, когда людям в DAO нужно много думать, голосовать, чертить, там, согласовывать, как же они будут принимать решения и каким образом будет выглядеть управление внутри автономной организации. Вот, поэтому сейчас многие, в том числе SuperDAO, они, наверное, одни из первых, кто это сделал, они предлагают запускать, ну, токенизировать комьюнити и только потом постепенно приходить к тому, чтобы создавать полноценное DAO с трежер-револтингом на блокчейне. Вот, то есть вы раздаете всем токенам своим, токены участникам, для того, чтобы научить их вообще ставить к крипто-кошельке, обращаться с токенами, заходить по этим токенам в закрытые группы, начинать обсуждения, делать какие-то централизованные голосования, например, в том же Телеграме, да, или у нас SuperDAO есть централизованные голосования, не на блокчейне, они просто обычные. Вот, и когда вы в таком режиме там поживете там какое-то время, может, полгода-год, у вас будет больше понимания о том, как вам организовать, структурировать свое DAO, написать смарт-контракт, который подходит именно вашей организации, и проводить голосование в ончейн. Слушай, знаешь, я вот когда изучала этот алгоритм построения DAO, я видела, что есть отдельные продукты именно для организации каждого шага, условно говоря, ну, то есть для того же мотинга, для голосования, есть отдельные продукты, которые ты занимаешься. Да, есть смарт-контракт, да. Зачем мне идти в SuperDAO, когда у меня есть там набор инструментов? Ну, я правильно понимаю, что SuperDAO сделал отдельный, один продукт, который закрывает полный цикл? Ну, я думаю, что SuperDAO интегрирован со снапшотом, вы когда создаете данный SuperDAO, вы все голосуете на снапшоте. А у Treasury тоже вы делаете на Gnosis Safe, ну, то есть на кошельке Multi-Signature тоже он не им принадлежит, то есть они с ними интегрированы. А выкладываете NFT-шки для продажи на OpenSea, то есть они интегрируются с ключевыми игроками там в этой рынке для того, чтобы помогать пользоваться популярными инструментами. То, что там очень много нюансов внутри каждого вопроса, то есть, например, голосование, да, вроде бы. Но есть там сотни видов голосований. То есть, кто может проголосовать для начала, да? Есть токены голосующие, есть неголосующие. Потом, что считать успешным голосованием. Там один человек проголосовал или там 75% от всех, кто может проголосовать. Потом, что считать принятым решением. Там половина или больше половины, или 75%. Вот. Потом, можно ли доверять свои токены для голосования, например, да? И вот эти разные как бы настройки, это все открытые вопросы для каждого DAO. И им нужно каждый раз этот путь пройти для того, чтобы себе ответить. И сначала, конечно, в первый день, когда вы собрались и решили делать организацию, очень сложно ответить на все эти вопросы. Просто потому, что у многих даже нет опыта ни в голосовании, ни в рационном дизайне, ни вы даже сами не понимаете, чем вы занимаетесь до конца. Вот. Поэтому сейчас самый удобный способ – это выпустить просто NFT для того, чтобы у каждого члена организации был свой токен. вот, вы знали, кто в этой организации, и потихоньку, например, там, в Телеграме или Дискорде обсуждать эти вопросы, предлагать решение, накапливать кейсы, по которым вы потом можете принять решение, там, о том, как будет смарт-контракт вашего DAO выглядеть, как будут голосования, кто принимает решение о распределении бюджета в трежере и так далее. Спасибо. Давай вернемся немножко к комьюнити и то, в чем ты хорошо разбираешься. Расскажи, пожалуйста, как лучше организовать управление и маркетинг новых токенов? Маркетинг новых токенов? Да. Ну, традиционно в веб-3 все начинают с комьюнити, а не с продукта. Это есть такая аксиома как бы. Почему? Почему? Я даже не знаю, почему так произошло, честно говоря. Но так случилось. Большинство продуктов, они начинают с того, что собирают комьюнити вокруг какой-то темы, да, обсуждают вопросы, находят проблемы, генерят решения и только потом понимают, какой продукт нужен. То есть это такой коздеф еще до того, как ты сделал продукт. Такая, по сути, линд-стартаперская модель на максималках, когда у тебя есть несколько сотен или тысяч человек комьюнити по определенной теме. Вы друг другу помогаете решать эти вопросы, вы друг с другом делаете какие-то совместные проекты, и потом из этого получаются какие-то продукты, да, которыми занимаются люди внутри вашего сообщества. Вот. Так что лучше начинать просто с сообществ, чаще всего в Web3 сфере есть как бы три основных ресурса, где обычно тусуются Web3 комьюнити, это Telegram, Discord и Twitter. Во всем мире как бы люди выбирают там Twitter, Discord, Twitter, Telegram или Twitter, Discord, Telegram. Обычно все, кто занимается криптой, почему-то выбрали эти соцсети, я тоже не знаю почему, но вот так вот. Вот, кстати, расскажи, пожалуйста, чем... Я прошу прощения, может быть, это вопросы глупые, да, но я еще новичок. Чем принципиально Discord лучше, чем Telegram? Потому что я тоже вижу, что все в основном делают комьюнити, в основном на базе Discord. Почему? Ну, как я сравниваю, этот Discord – это как Windows, а Telegram – это как iOS. То есть в Telegram есть боты, конечно, сейчас еще и веб-боты есть, да, но Discord более как бы гибкий с точки зрения настроек и интеграции, и разных ботов. В общем, более гибкий с точки зрения настроек для комьюнити. Вань, ты что-то хотел сказать? Да, на самом деле хотел вернуться к теме по поводу Web3, да, и комьюнити. Вот мне интересно услышать тоже твой взгляд на вопрос со следующей стороны. То есть ты как раз, я так понимаю, до этого билдил комьюнити, у тебя поэтому как бы опыт оттуда во многом и идет, да, то есть ты представляешь, как это работает. Но мне вот интересно, как это на практике работает. Представим, да, есть тысяча человек, есть комьюнити тысяча человек, да, там, при всей объективности из них дуэров, кто реально что-то будет делать, там, драйвить, предлагать идеи, обсуждать и, там, двигать, ну, не знаю, там, в лучшем случае 10%, возможно, 1%, да. У меня возникало ощущение, что в Web3 все начинается с комьюнити в связи с тем, что это как бы во многом, так скажем, тоже регуляторный способ сказать, что у нас все идет централизм. То есть ты говоришь, ребят, смотрите, тут нет омора, тут как бы есть некие фаундеры, как бы, да, но оморшипа нет, есть, как бы, комьюнити, которому все принадлежит, как бы, если что, то это все большое сообщество людей, которое совместно двигает некий продукт. Ну, реально двигают его и делают, там, ну, окей, 1, 2, 5, ну, 10 человек. Вот, а остальное комьюнити, оно такое служит, скажем так, неким основанием для того, чтобы говорить о том, что продукт децентрализован и комьюнити-дривен. Вот тут я цинично смотрю на вопрос, или здесь есть какая-то доля правды? Да нет, правда в том, что только фаундеры и делают продукт, вот. Есть, конечно, более какие-то продвинутые децентрализованные проекты, но обычно они уже более на зрелом этапе. То есть в самом начале, когда вы запускаете какое-то комьюнити или продукт, конечно, его драйвят только фаундеры, и без них оно никуда не поедет. Нет такого, что, ребята, мы создали комьюнити, вот давайте теперь развивайтесь, ну, и просто оно умрет. Вот, обычно вот такое более децентрализованное схеме, когда вовлекают участников комьюнити к управлению и запуску новых проектов, этот проект приходит на более поздней стадии, когда уже есть, например, первые продукты, уже есть юзеры. Нужно его там развивать дальше и масштабировать. Вот из того, что я видел. Ну, то есть по факту можно сказать, что все-таки это начинается во многом с продукта. И обсуждение продукта с комьюнити. То есть говорить, что комьюнити способен, чтобы сгенерить, наверное, не совсем справедливо. Само по себе. Обычно это начинается с какой-то проблемы. То есть когда есть несколько людей, у которых есть одинаковая проблема, ну, или вопрос, над которым они думают, вот тогда начинается комьюнити. Они начинают объединяться, чтобы эти проблемы обсуждать. И потом иногда из этих обсуждений рождаются какие-то продуктовые идеи, которые можно масштабировать. Ну, вот у вас, в принципе, так и произошло. То есть у вас было там трое человек, которые активно смотрели на тему, увидели проблемы, увидели возможности и решили, что можно это делать. Как бы, грубо говоря, это так произошло или не совсем? В конкретном проекте в этом. Ну, я не сказал, что комьюнити из трех человек – это просто наша команда. Мы просто ресерчем много делали, много анализа рынка делали, много общались с разными фаундерами веб-тришными, и в итоге просто сделали ли себя вывод. И двое специали MVP начали итерировать. В этом смысле мы не совсем классический веб-три подход использовали. По классическому мы должны были создать комьюнити для управления веб-три комьюнити. Мы, кстати, сейчас такое уже сделали. Сегодня как раз запустили его. И набрать там несколько сотен комьюнити-менеджеров, общаться с ними, помогать, и потом подумать, какое сделать комьюнити. Какой сделать продукт. Ну, вот, но мы по старинке козделили вручную. Ну, есть ощущение, что она так всегда и возникает. Есть проблемы же конкретные. Из возможности решить эту проблему возникает решение. И тут как раз тоже вот вопрос. Грубо говоря, там, на твой взгляд, ситуация, в которой фаундер один, она реалистична? Или же как бы одному человеку обычно это сложно вытащить? И тебе всегда практически нужен как минимум кто-то еще. Или там еще двое человек, которые будут реально драйвить всю эту историю. Вот, ну, ты там, не знаю, ты просто общался наверняка тоже с фаундерами и другими. Мне интересно вот услышать, как бы, это из серии один в поле не воин. Всегда нужен кто-то, кто будет поддерживать или подтверждать справедливость твоих идей, гипотез, и будет там поставлять плечо. Или, в принципе, бывают и истории, когда человек в одно лицо как бы затащил. Или они очень редки. Я знаю историю, когда стартапы основываются одним фаундером, основываются успешными изнарогами. Тут просто все индивидуально. Мне вот скучно одному просто, и все. Поэтому я один не делаю стартапы. Кому-то норм. А ты видел такие кейсы, когда просто собираются люди, ну, которым просто условно интересен блокчейн, и у них рождается какая-то, на конце концов, идея чем-то в это время? Такое бывает вообще? Или это бесполезно? Или это просто глупая надежда? Бывает, наверное. Наверное, бывает. Нам были интересны в децентрализованной организации, и мы начали копать в эту тему и смотреть, какие есть проблемы у децентрализованных организаций, и как мы можем помочь их решить. Вот, мы посмотрели рынок даутбилдеров, и весной этого года, могу сказать, что рынок даутбилдеров был серьезно насыщен и конкурентен. Там компании с оценками 100, 200, 300 миллионов долларов по всему миру и конкурировать на таком рынке мы не решились. К тому же даутбилдер – это тяжелая техническая тема, которую пока еще никто до конца не автоматизировал. Вот, и там все делается полуруками, соответственно, тебе нужно много блокчейн-разработчиков, которые пишут смарт-контракты индивидуально под каждого клиента. Это дорого, содержать таких людей. То есть запуск такой компании был очень дорогой. И мы начали смотреть другие ниши, какие есть вокруг этого. Мы поняли, что когда даут запускается и начинает действовать, основной у них маркетинговый инструмент – это комьюнити, создание комьюнити, его развитие, engagement членов комьюнити. И посмотрели инструменты, которые они сейчас используют для этого. Оказалось, что по большей части это боты в Дискорде, боты в Телеграме. Поняли, что это все несерьезно, и решили сделать какой-то продукт. И вот сейчас сделаем. Андрей, ты говорил, что, если я правильно понимаю, ты на своей платформе помогаешь выстроить партнерство. Расскажи немножко про это. Ну, мы только в начале пути для того, чтобы помогать своим клиентам выстраивать партнерство, делаем сейчас это вручную. Но у нас на самом деле много сейчас клиентов, которые друг другу могут помочь партнерствами, какими-то коллабами, обменом аудиторией, проектами и так далее. И мы сейчас как раз сделали функционал, который я показывал, с онлайн-контестами для того, чтобы можно было на нашей платформе сделать конкурс с двум разным компаниям, двум разным комьюнити, которые, может быть, друг другу не доверяют совсем. А мы как бы уступаем таким арбитром, который в том числе принимает призовые токены и распределяет их в зависимости от тех условий, которые комьюнити согласовали на входы. Это более безопасно для одного комьюнити, для второго и для всех участников. То, что организаторы комьюнити своим родственникам не раздадут эти инновации друзьям и не разбегутся. А можешь, пожалуйста, чуть более конкретно привести какой-то пример? Потому что я пока не до конца чувствую, какая мотивация должна быть у комьюнити для того, чтобы участвовать и делиться с кем-то своей аудиторией? Не знаю, как так опять возникло. Я еще детально в историю не ушел, но, как показывает практика, самые популярные способы вовлечения аудитории – это giveaway, как вот такие конкурсы для комьюнити. И это и в обычных комьюнити работает, это если вы в каких-то состоятельных группах там ВКонтакте, не знаю, в Телеграме или Фейсбуке, вы знаете, что там самое активное, там, где что-то происходит постоянно. Какие-то делаются конкурсы, опросы, какие-то коллаборации или проекты для внутри комьюнити. И здесь веб-3 это еще наиболее сильно выражено, потому что делать это с помощью блокчейна и токенов намного проще, чем попадать под закон о лотереях и розыгрышах в Фиате, например, или каких-то подарках. Знаете, что в России, например, больше 3000 рублей, подарок уже нужно в налоговое декларировать, чтобы победитель платил с него НДФЛ. Сейчас в токенах такого нет, и это как бы дало пространство, наверное, для кучи конкурсов, контестов, квизов, giveaways. И комьюнити часто коллаборируются друг с другом, потому что это дает возможность обмениваться активной аудиторией, привлекать к себе новую аудиторию из неконкурирующих проектов. Например, есть какой-то, не знаю, там, DAO-билдер, да, а есть какая-то биржа, криптобиржа, да. Ну, они не конкурируют между собой, но у них может быть похожая аудитория. Они могут сделать какой-то совместный конкурс, зарегистрироваться на бирже, поторгуй, запусти DAO, получи призы. И это привлекает довольно много людей, новых в том числе, которые участвуют в этих контестах для того, чтобы получить приз, ну и заодно осваивают торговлю на бирже там или управление DAO. Ну, это если вот так вот общими мозгами. То есть ваша задача проанализировать аудиторию комьюнити, найти похожие неконкурирующие проекты и, соответственно, свести их? Ну, это задача комьюнити-менеджера, обычно каждого комьюнити, потому что он отвечает за это и деливист. Мы больше технологические вопросы берем, технические на себя вопросы берем, например, как понять, кто из тысячи участников реально выполнил условия конкурса, у кого из них на самом деле куплены NFT или до этого были, вот, как понять, что это не боты, которые просто искусственно созданы были одним и тем же человеком 10 раз, вот, вот такие большие вопросы мы решаем. Ну и как сделать доверительную такую платформу, чтобы одно комьюнити могло доверить второму, вот, а все участники могли доверить организаторам этого конкурса, ну, довериться и участвовать в нем. Ясно, спасибо. Расскажи, пожалуйста, про гранты. Вот мы с тобой предварительно обсуждали, что вы не получали гранты, но что-то, ну, у тебя есть информация, о которой ты можешь поделиться. Да, мы подавались на два гранта. Один грант от Tone Foundation и один от NIR Protocol. Это два разных блокчейна. Вот. Грант, который на Tone мы подавали, мы от него сами отказались, потому что мы его подавали там несколько месяцев назад, и когда пришел момент уже его получать, оказалось, что мы делаем уже совсем не то, что хотели делать там два месяца назад, поэтому мы решили его не брать, чтобы фокус не терять и не заниматься непрофильной такой деятельностью. А грант от NIR мы еще ждем ответ. Надеюсь, получим. Могу сказать то, что почти все блокчейны дают гранты. Некоторые даже дают гранты для того, чтобы люди давали гранты. Вот такая тоже популярная схема. То есть, например, они дают какому-то популярному сервису на своем блокчейне для того, чтобы он мог часть денег гранта раздавать сам как гранты, потому что им там виднее, кому лучше их получить. Могу сказать, что у всех, наверное, блокчейнов есть гранты на образование и популяризацию вообще блокчейна. То есть, если вы какой-то популяризаторский проект делаете или образовательный, то можно получить точно гранты. А можете, пожалуйста, суммы грантов примерно обозначить? О каких деньгах идет речь? Ну, наверное, самые маленькие там это 10 тысяч долларов. Средний грант это 50-100 тысяч долларов, на команду дают какой-то стартап, да, небольшой. И есть большие гранты, которые блокчейны дают там каким-то своим ключевым игрокам, да, внутри. То есть для того, чтобы увеличить ликвидность, например, в пуле, или разработать новый чейн, кросс-чейн, МОЗ, да, там миллионы долларов тоже выдают гранты. Слушай, а какая отчетность? Кто-то следит, как эти деньги потом тратятся? В случае больших-маленьких инвестиций, я так понимаю, что там уровень отслеживания. Ну, по поводу прям больших я до конца не знаю, потому что это пока я не касался. А вот те, которые для стартапов, там 30-50-100 тысяч долларов, обычно грант, тебе нужно подать на проект, описание того продукта, который ты делаешь. Желательно, чтобы у тебя уже было MVP, чтобы ты мог показать, что вот мы сделали MVP, мы еще умеем программировать на вашем блокчейне. После этого показать план разработки, разбитый на несколько частей, там 2, 3 или 4 этапа должно быть, и пройти собеседование. В случае, если ты успешно эти все этапы проходишь, тебе дают деньги на первый этап. Ты первый этап делаешь, сдаешь, тебе дают деньги на второй. Делаешь, сдаешь, тебе дают деньги на третий. То есть, например, эти 100 тысяч долларов могут быть разбиты на 4 этапа по 25 тысяч, и ты каждый раз отчитываешься. Вот. Есть еще такой нюанс, то, что большинство грантов, которые дают блокчейны, они дают на проекты, которые должны быть выложены в open source. То есть, они дают тебе деньги на разработку, которую ты должен потом дать возможность использовать всем желающим разработчикам на этом блокчейне. То есть, это не какой-то закрытый код ты делаешь, а они требуют, чтобы, ну, большая часть кода, по крайней мере, там все смарт-контракты и все, чтобы было выложено на GitHub и описано, чтобы люди другие могли это использовать. И был импакт не только для твоего проекта, а в целом для всего комьюнити. Кто-то вот еще спрашивает, почему подавались на 2 гранта у двух разных блокчейнов? Да, вообще надо было подаваться на 10 грант, было бы больше вероятность. Вот. Но мы сейчас используем, да, разные блокчейны. Сейчас у нас, по-моему, 7 или 8 блокчейнов уже есть. Это связано с тем, что разные компании используют разные блокчейны, пускать NFT на разных блокчейнах, и мы должны их интегрировать для того, чтобы обеспечить доступ в Telegram, в Discord и в нашу CRM-ку, ну, по любому токену. У нас сейчас есть эфирные блокчейны, все основные, типа эфир, там Polygon, Binance Chain, там Avalanche, Kronos и NIR. Да, инфы мало, я сейчас скину вам Notion, там нормальная инфа. Какие планируете запустить полноценный сайт с достаточным количеством информации? Как-то курки дойдут. Ясно. Слушай, Андрей, а вот ты сказал про Open Source. Это в целом культура такая блокчейна, что все выкладывает в Open Source? Я просто тоже про это слышу и до конца не понимаю, почему. Это просто часть философии? Да, часть философии. То есть основная, есть несколько принципов, там, да, вот блокчейн, вот три проектов, и один из основных – это прозрачности, открытость, вот, то, что все видят со всех, и люди открыто делают решения для того, чтобы все остальные ими пользовались. Вот. И, да, на самом деле это вопрос безопасности, то есть когда ты пишешь какой-то смарт-контракт, например, там, на бирже, да, обмена один токен на другой, большинству людей хочется знать, как ты написал этот смарт-контракт, и нет ли там подводных каких-то камней, опасностей для того, чтобы они переводили свои деньги. Вот, поэтому смарт-контракты изначально все выкладываются в open source, и люди друг друга перепроверяют много раз, да, ищут ошибки, баги, иногда их находят, иногда их находят не очень честные люди и используют, да, для того, чтобы увезти деньги. Все вот эти, большинство вот случаев кражи, крипты, как раз возникли из-за того, что когда нашел внутри смарт-контракта какой-то изъян, да, но это круче, потому что, поскольку они все открыты, и все изъяны быстро становятся видны, разработчики могут их исправлять, и тем самым делать смарт-контракты, как бы, все лучше и лучше, да, в отличие от кода, например, в App2, компании, которая хранится там в закрытых их репозиториях, и никто его не видит из клиентов, да, и из пользователей, и из партнеров, и кто не видит, как он работает, и, возможно, там все дырявое, и завтра все деньги уже угонят, и всю клиентскую базу скопируют, но никто просто не в курсе, вот. А в App3, как бы, все открывают свои данные для того, чтобы другие разработчики могли вас перепроверять, находить ошибки, и вся, как бы, комьюнити в App3 становилась лучше. Спасибо. Андрей, так как мы в рамках нашего сообщества пытаемся делать эту седу, в которой тоже будут рождаться какие-то стартапы в сфере блокчейна, посоветуй, что начать, какие источники читать, какие темы изучать, за тем следить? Ну, естественно, нужно добавляться в комьюнити, и все самые активные обсуждения, все самые новые идеи, они внутри комьюнити обсуждаются, чаще всего закрытых. А как ты ставишь комьюнити? Твиттере, Дискорде и Телеграме. Вот. Вам нужно, ну, искать то, что вам ближе. Дело в том, что в App3, это как интернет, там много чего есть. Если вам интересны финансы, DeFi, да, там, DeX и прочее, то вам нужно добавляться в комьюнити разработчиков DeFi, приложений, обменников и прочего. Там часто бывает такое, то, что я сам стою в нескольких комьюнити, решений, которые стоят миллиарды долларов, просто миллиарды долларов, и растут как бешеные, но при этом в чатике в Телеграме фаундер сидит и отвечает на все вопросы до сих пор и скидывает мемы. Вот. И, конечно, они там обсуждают какие-то вопросы, ну, которые бы прям животрепещущие, ты можешь присоединиться к этому комьюнити, просто даже наблюдать, смотреть и учиться, какие они термины используются, что они обсуждают, что они считают проблемой, а что нет, почему так или иначе. Соответственно, вот комьюнити менеджмент, да, и маркетинг, мы создали такое сообщество, можете добавляться в него, у нас есть клабео Твиттер, мы там публикуем какие-то успешные кейсы, сейчас скину его, вот. Для этого зависит от того, что вам интересно, конечно, лучше добавляться в комьюнити, где есть основатели веб-3 компаний, и они могут с вами пообщаться, или вы можете посмотреть, как они общаются там друг с другом, и узнать, о чем они думают, что их сейчас волнует, и так далее. Классный пример классного закрытого сообщества. Не знаю, я вот состою в закрытой группе, или она открытая, я даже не знаю, Curve протокол, знаете, Curve такой есть, они делают обменник, обмен разных валют, разных расширок между собой. Там Миша активно очень все комментирует. А Миша – это кто-то из создателей фаундеров Curve? Да, он и создатель, и он и фаундер. О, классно. А туда можно попасть, кстати, вон канал ради интереса? Потому что Curve, ну, как бы, молодцы в целом, на мой взгляд. Они даже больше, чем Uniswap. Грубо говоря, так сейчас по TVL сопоставимо с Uniswap стали. В том моменте. Да, и у них одно из самых крутых DAO, которое работает, мне кажется, вообще в мире, потому что ты можешь купить их токен и получать revenue share от Curve. Это клево. Голосовать там все такое. Так, а как-то его можно найти? Да, можно найти Curve на русском, там, в Телеграме, просто поищи. Если нет, напиши мне, я тебе дам ссылку. Окей, ссылку. Да, вот Паша написал, спасибо. Такая схема монетизации. У нас следующая схема, мы Freemium SaaS сервис делаем. Бесплатная часть, это вот как раз токен-гейтинг. Вы можете сделать на платформе на нашей вход по токенам в закрытой группе в Телеграме и Дискорде. Вот, это все бесплатно, и у нас сейчас каждую неделю добавляется там по 2-3 клиента, которые вот создают свои закрытые группы и используют их. И у нас есть часть, связанная с маркетингом и энгейджментом вашего комьюнити. Вот эти все инструменты, которые я показывал, проведение онлайн-контестов, месседжинг, персональные офферы владельцам, ну, вот, вашим участникам комьюнити. И реферальные ссылки, это все платно. Мы берем за это подписку от 100 долларов в месяц в зависимости от размера вашего комьюнити. Андрей. Соря, возвращаюсь. Просто ради интереса это, наверное, тоже такой момент, который обратил внимание. Вот я ищу Керв, да, в телеге. И я нахожу как минимум 3 канала, каждый из которых называется Керв Файнанс. И это, знаешь, из серии, ну, как бы, бывает много ситуаций, когда в каком-нибудь большом протоколе есть какой-то канал, который притворяется, что-то кого-либо. К сожалению, бывают такие истории. Как понять, кто или никто, это на самом деле большой вопрос. я сейчас под запись не буду говорить, а то меня еще выкинут оттуда, но в личку, и я смогу вам помочь. Окей, это просто забавно. То есть, если посмотреть, то есть, там действительно 3 чата в Телеграме, которые обладают примерно на одинаковым количеством участников и как бы отличить, что из них является как бы не совсем чем-то, довольно сложно, это забавно. Андрей, я предлагаю заканчивать. Может быть, я задала тебе какой-то вопрос, про который ты хотел поговорить. Может быть, тебе есть чем поделиться? Мы еще делаем закрытая комьюнити веб-3 фаундеров и разработчиков EVC в Дубае. Называется веб-3 Dubai DAO. Все, кто делает веб-3 компании или инвестирует в них активно и живет в Дубае, мы делаем закрытые встречи, там раз в два месяца, следующая будет в сентябре. Так что, если вы собираетесь в Дубае, напишите мне. Нет, это оффлайн-встречи. Да, на этих встречах мы делаем там 3-4 презентации, люди рассказывают про самые новые новости и свежие идеи в веб-3. И после этого нетворкинг. Вот, сейчас было на вилле. Так что, если соберете в Дубае, то пишите. Круто, спасибо. Ну что, ребята, если есть какие-то вопросы, задавайте лучше голосом. Я думаю, нужно добавить в чат ссылку на твой Телеграм, собственно, чтобы желающие написать, тебе знали, куда писать. Так, я сейчас выложил ссылку на наш сайт, если хотите попробовать наш сервис или создать просто бесплатно закрытую группу с доступом по NFT, то заполнить там заявку и вот мой Телеграм тоже. Сейчас скину. Круто, спасибо большое. Ну все, давайте тогда заканчиваем. Мы тоже сделали закрытую группу по NFT. Отлично, спасибо. Ладно, Андрей, спасибо большое тебе за время, за твое. Все, всем тогда счастливо. Хорошего дня. Все, всем успехов. Пока.